Поэтому сегодня я вам попытаюсь доказать, что данный дрон реально вообще имеет смысл быть, что реально на нём можно круто играть, нагибать, и то, что в определённых режимах данный дрон реально играбелен и нужен. И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня я записываю новый ролик, давно у нас не было интереснейших обзорчиков, и я вам рад сообщить, что наконец-таки я уже нашёл время, не набиваю звёзды, потому что по звёздам у нас уже осталось совсем-таки чуть-чуть, и сегодня я готов записать для вас обзорчик самого, наверное, таки интересного дрона, как я и говорил. Начнём мы, конечно же, со спринтера. Многие говорят, что данный дрон очень-таки спорный, не стоит его вообще в принципе покупать, брать и всё такое в этом духе, поэтому сегодня я вам попытаюсь доказать, что данный дрон реально вообще имеет смысл быть, что реально на нём можно круто играть, нагибать, и то, что в определённых режимах данный дрон реально играбелен и нужен для вашего любимейшего, конечно же, нагибчика. Если же, ребят, вам понравится данный обзор, да даже если и не понравится, то просто поставьте лайк данному ролику, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, и я думаю, что мы продолжим обозревать наши дроны. Всё же это только первый обзор. Начинаем с самого интересного, с самого неожиданного, и с самого того дрона, который многие хотели бы видеть, и многие бы хотели бы узнать вообще, насколько он эффективен. Сразу хочу сказать один факт. Данный дрон не играбелен во всех режимах. По моему мнению, данный дрон лучше всего подходит для режима контроль точек, ну и также я бы, наверное-таки, попробовал бы поиспользовать данный дрон именно-таки в штурме. Поэтому сегодня сыграем две каточки, сделаем два теста, и то, что в контроле точек, он будет 100% нагибать, в этом я уверен. Ну, почти на 100% я в этом как бы и уверен. А вот что касаемо именно-таки штурма, там имеются свои нюансики, и я думаю, что, в принципе, можно будет попробовать что-то сделать. Поэтому начинаем именно-таки с ТПшки, кидает нас на песочек, три точки у нас имеются, ну и начинаем смотреть, как оно всё это дело работает. Даже нарку я, в принципе, прожимать не буду, потому что, как только я захватываю данную точечку, мне прибавляется аптечка и фулл расходка. Я не одел дрон. Вот это супер-мега-эпичнейший, конечно же, обзор нашего крутейшего дрона, потому что я не одел нужный дрон. Отличное начало, что я вам могу сказать? Ну ладно, попытка номер два. Как говорится, с первого раза у нас первый заходик был неудачный, поэтому давайте пробуем ещё разочек. Нарочку так же само не прожимаю. Морожу пацана. Забираем точку. И видим, как быстро, аппетитно прибавляется аптечечка. И фулл расходка. Даже до сих пор у меня не прокачался последний шаг данного дрона. Но я думаю, что уже совсем скоро данная прокачка уже дойдёт до своего логического завершения. И мы увидим на своём аккаунте фуловый дрон в нашем гараже. Здесь, наверное, карта не особо-таки подходит к данному мега-эпичнейшему дрону. Надо бы, конечно, больше точек иметь на карте. Но, в принципе, если же противник будет захватывать постоянно точки, а я буду ездить просто их захватывать, отбирать у них, то, в принципе, вы увидите, насколько круто реализуется данный дрон и вообще, насколько он эффективнее, чем тот же, например, штурмовик. Для кого, в принципе, не секрет, что штурмовик у нас прибавляет именно-таки всю расходку, но не прибавляет у нас аптечку. А данный дрон прибавляет, помимо именно-таки расходки, он прибавляет ещё и аптечку и тем самым, как по мне, именно-таки является уникальным дроном и имеет вообще очень-таки большой приоритет в определённых режимах. Ну, как по мне, именно-таки режим контроля точек, при том, что ещё и перезарядка данного дрона является очень-таки быстрой. Если не ошибаюсь, 15 секунд именно-таки перезарядка данного дрона, то это считайте так, что каждый заход ваш на именно-таки захват точки после респа, это каждый раз у вас имеется фулл расходка плюс аптечка дополнительная. Ну, что может быть круче, ребят? Когда вы просто идёте, вот я сейчас пойду, спокойненько заберу точечку, поставлю минку, сейчас на меня кто-нибудь бы ещё подъехал, сбил бы мне немножечко хпшечки, да, вот как, например, данный громчик, покоцал, рикошет бы ещё бы мне добавил, а я быстренько взял, забрал точечку, прибавил себе аптечку, прибавил себе фулл расходку и со спокойненькой душой два танка сразу уносим на респик и спокойненько можно уже где-нибудь покататься, либо же просто взять, слиться, отреспиться ещё раз, даже аптечку не надо, в принципе, прожимать, просто респимся заново, дрончик уже на кулдаун сейчас пройдёт, едем по центрику, успеет он отойти от кулдауна или не успеет? Успеет, наверное, таки, я думаю, должен успевать. И забираем просто спокойненько данную точечку и опять получаем фулл расходку. Ну, в общем, ребят, фулл расходка весь бой, ну просто фулл расходка плюс аптечка, что может быть круче? Ну, серьёзно. Если вы думаете, что, типа, ну, лучше тратить, например, батарейки, а не тратить свою расходку, например, у вас большое количество батарейок, как у меня, ну, в принципе, у меня и расходки много, и вы думаете, куда их потратить? Купили себе дрон, зашли в ЦП, нарку не тратите, прожимаете условную нитру, идёте, забираете точку, вам фулл расходку даёт, нагибаете, уходите на респ, опять забираете точку, вот уже опять откадешился мой дрон, опять забрал, опять фулл расходка. Ну, в общем, ну просто суперэффективный дрон для ЦПшки, что касаемо именно-таки штурма, что касаемо захвата флага. Здесь есть, конечно, свои нюансы, что касаемо именно-таки штурма, я попытаюсь вам всё это дело показать. Сейчас мы каточку эту доиграем, там уже посмотрим, что он из себя вообще, в принципе, покажет, потому что в штурме я на данном дроне, если не ошибаюсь, даже и не играл, особо не тестировал, набивал я звёзды в захвате флага, что касаемо именно-таки захвата флага, я могу сказать так. Если вы весь раунд, условно, стоите на размене, держите свой именно-таки флажочек, и не даёте противнику, ну, не то что даже вернуть, ну, и сами как бы не возвращаете, а просто стоите и ждёте, например, ну, не знаю, там, время выигрываете, или ещё что-то, типа, там, например, вы по счёту уже выигрываете, и вам уже, типа, всё устраивает, вы просто стоите на одном месте и просто берёте, скидываете флажочек, опять его подбираете и прибавляете себя таким образом каждый раз на ручку именно-таки. Кулдаун у вас прошёл, скинули флаг, подобрали флаг, и у вас расходка опять прибавилась. Так что, тоже неплохой такой вид именно-таки экономии своей расходки, при этом ещё и всегда у вас есть дополнительная аптечка, дополнительная расходка, ну, круто, круто, круто реализуемо, и, конечно, этот дрончик я не сам нашёл, нашёл его один интереснейший человек, но... В принципе, в принципе, он его использует, ну, не совсем правильно, не совсем в тех режимах, в которых его надо вообще, в принципе, по делу использовать, поэтому я показываю, вы понимаете это, имеете кристаллы, покупаете, тестируете, и я более чем уверен, что вы в этом не разочаруетесь, и в таких вот режимах, как контроль точек, вы точно будете знать, что у вас есть, ага, супер-дрон, ага, протестирован, ага, зашли, нагибаете. Всё. В принципе, больше вам ничего знать не надо, и вы отлично видите, насколько круто он реализуется в простом даже писуске, а если это будет каточка, где у нас будет не три точки, а пять, вы же, конечно же, будете играть и в пятиточечных именно-таки матчмейкинговых картах, там вы увидите, что данный дрон ещё будет больше нагибать, больше точек, а это значит, что больше захватов, а это значит, что вы намного-таки эффективнее его используете. Всё очень довольно-таки просто, полторы минуты у нас остаётся до конца данной катки, я думаю, что ещё пару захватов можно было бы оформить, поплюсовать себе нарки, ну и в принципе, если вы думаете, что с каждым именно-таки захватом точки и с каждым кулдауном своего дрона вы тратите по одной батарейке, то я вам тоже могу сказать, что вы ошибаетесь, так как дроны у нас тратятся один дрон в одну минуту. То есть, если вы за минуту, например, себе три раза откэдэшили данный дрон, и три раза за одну минуту вы его использовали, то у вас снялось не три батарейки, а у вас снялась одна батарейка. Это такой вот вам лайфхак для всех тех ребят, которые особо не разбираются в дронах и говорят, например, то, что дрон снимает очень много батареек, но вот такой дрон, в принципе, по идее снимает очень много батареек, если бы это работало так, как я сказал, то есть, ну типа, каждая расходка, каждый именно, каждый кулдаун одна батарейка, нежели минута. Если бы это так работало, то, конечно, данный бы дрон схавал бы у вас очень большое количество батареек, даже за одну матчмейкинговую карту, ну а так как это работает совсем по другой схеме, то, в принципе, имеет смысл быть, нагибает, ну и наиболее эффективен в данном режиме. Я вот серьезно не знаю, какой бы дрон мог бы поконкурировать с данным дроном именно таки в боях контроля точек. Условно, можно было бы поиспользовать тот же бустер, который мы в дальнейшем тоже потестируем, но, честно говоря, ну вот этот дрон, ну вот, просто супер подходит для данного режима, и, блин, даже вот на том же песке я вам показал, насколько круто его можно реализовать с минимальным, именно таки, с минимальными потраченными своими батарейками. Ой, не батарейками, а нарками. Так, ну еще один режим, режим это, конечно же, штурм. Сразу пикаемся, ну и смотрим, что у нас будет именно таки там. Понятное дело, что расходка будет плюсоваться от респа, если сейчас у нас закинет еще на карту, где у нас имеется три флажка. Вот такая карта у нас как раз таки имеется. Не сказал бы я, что она выигрышная за атаку. Но давайте попробуем. Попробуем реализовать данный дрон. Понятное дело, что он будет реализовываться, так как вы каждый раз будете брать флаг, и у вас каждый раз будет фул расходка, то есть условно. В чем фишка в данном режиме данного дрона? Вы от респа подбираете флаг, у вас дрон уходит на кулдаун. Пока вы доезжаете до респа противника, у вас уже почти сгорает нарка именно таки этого спринтера, и тогда вы уже можете использовать именно таки свою нарку. Но если бы была бы у нас, например, сейчас карта не серпуха, была бы карта еще бы побольше, и там бы не так бы эффективно именно таки, ну вернее не то, что эффективно, не так бы быстро вы бы могли доехать до вражеской базы. Тогда бы вот эта схема бы с включением именно таки расходки дополнительной после расходки спринтера имела бы смысл быть, и вообще, в принципе, могли бы за счет этого тоже неплохо таки нагибать. Поэтому эффективность отличная. Вы не тратите свою расходку при респе, так же само, как и в контроле точек, только здесь вы каждый раз подбираете флажочек. Вот я сейчас поставил, например, ушел уже на кулдаун, могу даже просто взять слиться сейчас, меня бы еще кто-нибудь слил. Ну, слийте меня, пожалуйста. Ну, господа мои хорошие, слили. Отлично. Дрон мой уже с кдшечки уходит. А если он уходит с кдшечки, это правильно, 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 правильно. Нам нужен флаг, где наш флаг будет быстрее. Наверное, тут по центру, да, вот этот парень сейчас сольется. Ну, слийся, да. Слился, я подбираю. Опять фулл расходочка у нас уже прилетает. Сейчас бы как-нибудь бы красиво еще бы поставить. Было бы вообще супер. Так, давайте как-нибудь вот так. Вот так, но тут уже своя аптека неизбежна. Ну, похоже, дело... Нет, никак, никак не поставить. Ну, и пока я лечу на респ, пока я доеду до флага, конечно же, мой дрон уже от кдшится. Остается пару секунд. Да, я бы, если бы доехал до этого флага, мой бы дрон уже бы как раз-таки от кдшился, и бы красиво бы еще бы прибавил мне фулл расходочку. Подбираем флажочек. Летим. Летим доставлять. Ну, эффективность на арке, ну, просто. Ну, божественная. Божественная эффективность на арке, если вы серьезно, вот, имеете большое количество батареек, но не имеете большого количества на арке. Потому что, ну, бывают такие расклады, бывают те аккаунты, например, у которых был хороший гараж именно-таки до энерджайзера. Вы получили большое количество батареек, Но потом у вас какими-то именно такими непонятным образом нарки стало мало, хоп, батарейки есть, купили такой вот дрончик, спокойненько играете штурм, играете контроль точек, и все, вуаля, нарку не тратите, батарейки тратятся, и все супер, просто супер. Экономите нарку, тратите свои батарейки. Ну хотя, если честно, я вот очень мало знаю игроков, у которых большое количество именно таки батареек, но маленькое количество именно таки нарки. Зачастую, последнее время именно таки наоборот, поэтому по этому поводу тоже можете отписать в комментарии, много ли у вас батареек, потому что дроны хавают очень большое количество батареек, благо вот у меня до данного именно таки энергайзера, до ввода данного обновления было большое количество их, и поэтому как бы у меня все хорошо, 78 тысяч батареек имеется, я рад, безусловно, что мне не надо их покупать, и что в этом плане все довольно таки отлично у нас получается. Риспует меня в центре, подбираем флажочек, подрубается супер быстрая эпичнейшая нарочка, газуем по центру, еще и катку выигрываем, как же давно я не выигрывал катки именно таки в штурме и на данной карте, потому что на данной карте, если честно, очень тяжело при хорошей обороне вообще начать таскать флаги. Не знаю, почему эти ребята так плохо дефят, но вообще это должно было работать немножечко по-другому, я должен был подбирать флаг, спускать свой спринтер на кулдаун и сливаться вот примерно где-то около их доставки. Ну а по итогу мы спокойненько каждый флажочек почти что ставим и спокойно приводим именно такие очки своей команде и закономерно сейчас, я думаю, быстренько даже может досрочно выиграем данную катку. Ну как так можно дефить, я вот не понимаю, ну как они дефят вообще, ну что это. Там должно было быть уже как минимум 10 мин на штоке и я бы вообще не должен был там никак проезжать. Ну вот та самая история, когда не дождался, не дождался, я вот так вот сделал, скинул флажочек, подобрал, а если бы это была бы именно таки CTF-ка, вы под себя скинули флажочек, подобрали, нарку себе продлили и всё, супер, работает эффективно, отлично, нагибаторски. Сейчас правда надо будет, наверное, ай-яй-яй-яй-яй, ой, больно, ну вот, сказал, что плохо дефят ребята и как только я это сказал, меня сразу за эти слова и наказали. Так, ну давайте подождём здесь, есть, есть, дрон откодешился, давайте попробуем левым флангом. Не знаю, заметит меня, сейчас здесь противник не заметит. Наверное, сейчас, ух ты, боже, сколько мин, хорошо, мне 25-ка хоть держит. Не было бы сейчас у меня 25-ки моей родной, боюсь бы вообще, я бы сейчас бы не доехал, а так, ох, как легко. Блин, хотел сказать легко, а рельса-то всё-таки добила. Полторы минутки у нас остаётся до конца, в принципе, по опыту мы выигрываем. Так, хотелось бы, конечно, поставить ещё с данным эпичнейшим дроном ещё парочку флажочков. Давайте вот так вот в наглую по центру поедем, пока там отвлекаются на фланг. Пока на правом фланге ворлюют с титаной жигой. Давайте мы быстренько вот так вот ворвёмся. Унесём двоих и спокойно поставим данный флажочек. Надо было бы, наверное, слиться. Давайте сольёмся, лучше не поеду я ещё раз на свой респ, хотя нарка, в принципе, имелась. Можно было бы поехать на респ. Но давайте сделаем попроще. Данный именно-таки дрон даже не требует траты ваших аптечек, по сути. Вы спокойно, например, в штурме, да даже и в цпшке, как вы видели, именно на песочнице я не тратил свои аптеки. Просто сливаешь батарейки, аптечки остаются. В моём случае это, да даже, я думаю, и в вашем случае это будет более эффективно, так как аптечки тратятся и так без этого. Очень-таки много. И поэтому можно тоже их таким образом спокойненько экономить. Также, ребят, я бы хотел сказать, что вы можете в комментарии написать под данным роликом, какой дрон мы тестируем дальше. Всё же я себе выкачал 4 новых дрона, а именно бустер, именно-таки ромашку, которая ставит у нас 9 мин. И ещё один дрон, как он у нас назывался, я уже забыл, как он назывался. Ну, который, короче, у нас принимает именно-таки большой урон и после максимального урона не сливается, а имеет, можно так сказать, вторую жизнь. Вторую жизнь такой-то интересный дрон у нас тоже имеется. Если вы хотите, чтобы данные дроны я тоже потестировал, давайте набираем на этом тесте первого нашего эпичнейшего, как по мне, дрона соточку лайкосов. И я думаю, что данный ролик не заставит себя долго ждать. Вот такой вот обзор у нас получился, я думаю, что он вам понравился. Если же имеются какие-то вопросы вообще, в принципе, ещё по данному дрону, все эти вопросы вы можете написать под данный ролик в комментарии. Я обязательно прочитаю, если там что-то будет, какие-то недоразумения, что-то не поймёте, пишите, отвечу. Мне всегда приятно отвечать на ваши именно-таки комментарии. У меня на этом сегодня всё, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока, друзья!